здравствуйте друзья вы видите я такой утепленные вот в курке значит у нас последние дня три что-то не то что прохладно таки холодно ну то есть конечно снега нет там вода не замерзает но прохладно мы сейчас светофору подъедем я поверну на дорогу так просто вы видели что бывает утепление значит что сказать понедельник сегодня где-то в районе полудня чуть больше и 12 часов почти у нас остается до окончания приема видео на конкурс канала голос силиконовой долины у нас сегодня 30 ноября последний день ноября мы по нашему времени значит принимаем то есть сказано было что в ноябре должно быть подано до до полуночи как бы место поэтому к моменту когда видео будет вывешено и станет доступным останется еще часов ну может быть 10 с копеечкой для тех кто вдруг решит поучаствовать в конкурсе конкурс у нас довольно интересно прошел так статистически он был объявлен полтора месяца назад и вот на текущий момент у нас там всего 14 видео поступило я ничего не забраковывал вот все что пришло все повесил значит 14 видео из которых 7 в течение вот этих полутора месяцев и еще 7 за последние три дня из тех семи которые за последние три дня 5 было вчера и еще два там 26 числа в общем такая неравномерная статистика и я так с интересом думаю может сегодня еще что-то подойдет вот пока вроде ничего нет но там еще пол сутки остались я думаю может народ не 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 понимает что эти пол сутки как бы есть потому что мы по местному времени по значит калифорнийскому в общем вот я для этого и вешаю вот это видео чтобы те кто еще захочет успеть что-то сказать могли бы успеть что-то сказать я-то думал что будет видео так под сотню чисто вот пропорцию такое составил вот когда нас было 20000 что у нас видео было за 30 я думаю сейчас нас 80 тысяч ну да наверное за сотню будет но как-то не знаю что-то такое не не сработало не знаю что некоторые говорят призы там неправильные посмотрим в общем 14 есть дальше будет видно теперь что еще сказать у нас декабрь начинается то есть сегодня 30 ноября но вот у меня ощущение такое что мы уже находимся в первом декабря как-то так вот ощущение декабря декабрь месяц очень интересный для нас потому что вообще-то у нас группа новая начинается по моему седьмого числа мы решили начать потому что как-то так много желающих было что у нас и так в январе три группы ну ну то есть что-то такое произошло не знаю о чем почему решили так экстраординарно собрать группу еще одну декабре вот и но в целом декабрь как вы понимаете в силу того что есть рождественские каникулы и в школе у нас тоже они есть обычно это где-то но с 23 декабря декабря где-нибудь там до 2 января мы уже обычно выходим на работу но там зависит от того как выходные лягут то есть может оказаться что вроде бы мы бы вышли второго да там выходные поэтому вышли четвертую я не смотрел календарь но так вроде разговор был такой что в этом году как раз так и будет так вот в силу того что праздник там 10 дней можно сказать никто не ничего не делает не учится так как бы настроение такое складывается расслабушное есть люди которые говорят точнее это очень многие говорят но не многие понимают о чем речь говорят что в декабре работу искать плохо что вот мол никто не работает все не там прекращают заниматься чем-то и это как бы правда как бы потому что если вы будете смотреть с одной стороны со стороны человека ищущего работу вы пойдете на дайс на монстр там на карьер билдер вы увидите что в декабре действительно спад какой-то вот количество объявлений но вот если так у вас может быть там выходило тысячу а сейчас выходит 500 на том же поиске это может быть это правда но вторая часть этой правды состоит в том что людей которые ищут работу тоже становится меньше причем кардинально меньше то есть если допустим работой вдвое меньше до людей которые ищут может быть там 8 и в 10 раз меньше таким образом с точки зрения соотношения значит предложения и спроса мы имеем исключительно выгодный расклад которого в обычное время быть не может я видел людей которые там 23-24 получают декабря получали предложение на работу ну сами подумайте если нужно чтобы человек вышел там и на 5 января пока как даже его нанимать в ноябре что ли поэтому так она в декабре довольно много активности всякой вот и так что время время такое хорошее начиная буквально уже как вот ну как сынсгивинг прошел уже на следующий день можно было видеть что едут машины автомобили а на крыше у них елка так вот ну погруженное там связанное прикрученное там значит сверху и вот последние пару дней значит елки люди возят магазины все мгновенно там в один день переоборудуются перенаряжаются в новогодние так что мы уже фактически в таком новогоднем с вами живем это видно по витринам это видно по людям которые ставят елочку это видно по домам которые такой иллюминации всякой обвешиваются у кого-то попроще там лампочками у кого-то там животные какие-нибудь там олени дед морозы там и так далее и вот уже уже все это начинается если вечером начать ходить погулять например в жилых районах уже довольно много этого заметно хотя будет больше конечно некоторые люди елочку ставят там буквально за пару дней там до крисмаса надо сказать что когда мы только приехали много-много лет назад мы крисмас не отмечаем там рождество а отмечали новый год такой советский праздник правильный новый год в то время американцы не отмечали новый год особо вот а сейчас отмечают тоже как бы он и в америку пришел вот как праздник такой стал массовый так вот значит что происходило люди встретив рождество елочку выносили и складывали возле дома так чтобы мусорники какие-нибудь ее забрали дальше что дальше елочные базары которые продавали елочки начиная уже буквально даже вот за пару часов там до наступления крисмаса ну и следующие дни тоже они их отдавали просто бесплатно вот просто за за по факту самовывоза и вот я вспоминаю как вот советские эмигранты радовались что вот елки бесплатно раздают потому что советскому эмигранту елка была нужна под новый год а не под крисмас не под вот католическое рождество так что такие курьезные моменты страна наблюдала за черные пятницы этот black friday когда люди традиция такая я не знаю тут многие пишут обсуждают почему вот так происходит почему вот этот black friday народ так решительно несется радостно бывали случаи когда люди погибали там их затаптывали задавливали дурдом к совершению то есть до маразма доходило вот и магазины соответственно значит такие скидки давали хорошие и сейчас и сейчас дают но вот этот год особенно особенно показал тенденцию когда больше намного больше было продано в онлайне теми же самым магазин чем живьем вот самих магазинах то есть тенденция это давно продвигалась и большие вот эти магазины они на своих веб-сайтах тоже начинали потихонечку делать этот black friday не только живьем в магазинах но тем не менее в этом году какой-то скачок произошел и вот пишет что кардинальные изменения ну удобно конечно так и не идешь в один магазин а так ты сидишь у тебя там все магазины перед тобой поискал покрутил повертел и самые крутые сейлы еще впереди значит есть сейлы связанные с рождеством ну там новым годом есть еще более интересные сейлы которые происходят в феврале значит что происходит в феврале я объясню люди которые на крисмас там закупились американцы в основном все таки пользуются кредитными картами для этого значит что происходит в феврале уже платить надо по кредитным картам то и как то народ меньше склонен покупки делать ну и кроме того а чё уже закупились ну что там и вот февраль как бы с точки зрения розничной торговли месячишки такой ну полумертвый и вот в феврале обычно еще раз это традиция она как бы такая повторяемая но мы за каждый конкретный год вот не будем говорить но во всяком случае традиция такая что в феврале цены еще лучше чем под новый год поэтому если действительно хочешь что-нибудь такое ну то есть если по мелочи то может быть смысла нет а если что-то дорогое то может быть есть смысл подождать до февраля так бывает ну вообще к счастью или к сожалению не знаю во всяком случае когда ты начинаешь как бы работать качественно то есть зарабатывать хорошо и время твое начинает дорого стоить получается что проще заплатить там немножко больше чем допустим потратить какое-то количество времени чтобы найти чуть-чуть дешевле получается что ты пока время тратил на то чтобы дешевле так ты же и проиграл потому что та десятку которую ты сэкономил потратив час времени понимаете как-то ерунда какая-то получается там твой час гораздо дороже стоит ну в общем люди перестают особо смотреть на ценник по мере того как они начинают больше и больше зарабатывать вот я помню мы когда только приехали я наверное рассказывал но я повторюсь мы пошли в магазин большой продовольственный и там лежал хлеб вот первый наш опыт с покупкой хлеба причем хлеб этот был такой бутербродный мягкий такой вот и мы значит подходим и там длинная берениц этих хлебов там конца края нету но мы так с левого края идем слева направо слева подешевле справа подороже и вот смотрим самый дешевый хлеб такой лежит значит в пакетике таком целлофаном красиво все упаковано написано 59 центов ну 59 центов следующий на него написано 61 цент я думаю вот ты е-мое думаю а кто же вот так даст 61 цент если есть за 59 да так мозги не перестроились я так да товар хлеб там уже разница нет какой ну в общем да и там доходило может быть там до трешки я не знаю сейчас хлеб конечно подороже стоит вот тот который тогда был 59 сейчас наверное стоит может быть доллара полтора я не боюсь соврать но на что происходит перестаешь смотреть на ценник вот когда берешь хлеб сейчас смотришь сколько там и чего у него внутри там значит молотый там грубого помола там тонкого помола а сколько стоит ты не смотришь потому что сколько бы он не стоил такая мелочь вот поэтому в сейлах мне кажется вот этих вот праздничных больше фана чем какой-то такой кардинальной экономии но безусловно есть люди которые хотят купить что-то дорогое и они откладывают это до по вот этого сезона в который мы сейчас вступаем вот начиная с black friday и вот ближайших там пару месяцев даже чуть больше чем пару месяцев вот у нас такой вот сезон если ты хочешь купить что-то такое что стоит несколько тысяч ты можешь сэкономить ну как бы существенно я уже не говорю про товары сезонные есть еще интересная такая мулька многие компании в соединенных штатах там 75 80 90 процентов своих продаж делают именно вот в этот праздничный сезон вот я работал однажды в такой компании там делали очень дорогие мышки и трекболы вот представьте себе что это был 90 там скажем не знаю четвертый пятый год так то есть вот 20 лет назад ровно windows 3 1 там все дела и значит компания называлась кензингтон кензингтон майкровер и вот этот кензингтон был известен тем что он делал мышки и трекболы мышка а мышка была четырех кнопочная программируемая вот например shift и вот там вот эта кнопка да и он допустим пасморт посылает там куда идти вот такая была хитрая так вот мышка такая кензингтонская а у нее было там чуть ли не пожизненная гарантия и она не выскакивала из руки вот я помню тестировал я был киа менеджером там так я специально руку в масло опустил и пытался эту мышку когда рука в масле не выскакивает понимаете очень будь здоров такая штука мышка стоила 125 долларов это вот не те что сейчас доллары а это те что были 20 лет назад это даже представить не можно невозможно насколько дорогая это была вещь и это не было время когда у каждого был компьютер вот количество пользователей там компьютеров на тот момент по сравнению с сейчас можно там смело разделить может быть там на три на четыре а то и на пять и вот значит мышка стоит 120 долларов но продавалась она в основном в основном вот перед праздником когда люди брали каким-нибудь своим там друзьям компьютерным фанатам вот брали так что-нибудь эдакое потому что подарок он не должен быть чем-то таким знаете выгодной покупкой он должен быть чем-то таким чего может быть человек сам себе не купит вот такого плана да вот значит вот мышки трекболы вот этой фирмы они как раз шли под новый год я не помню точно цифру но там парень из отдела продаж он мне рассказывал что у них там вот по каким-то видам продукции там чуть ли не 90 процентов продается там в течение двух месяцев перед рождеством такого плана так что друзья вот у нас такой сезон я подумал может я дежурю по америке или просто так что-нибудь рассказываю ну наверное просто так наверное просто так вообще вот эта неделя которая сейчас начнется к вопросу о дежурстве по америке невероятно интересная и накрученная столько событий произойдет в международной жизни и в жизни соединенных штатов и в частности вот будут опубликованы результаты по занятости значит за ноябрь а на основе этих результатов там по идее эти результаты должны повлиять на решение о повышении не не повышение значит ставки учетные по кредиту в общем очень-очень много всяких дел произойдет очень много событий тут сидят люди гадают доллар повысится или там понизится вообще что произойдет вот вот мы посмотрим нам нам чем хорошо мы ни на что не влияем вот мы просто сидим и наблюдаем и думаю эх ты как получилось то вот а вот тот говорил что это плохо а вот тот говорил что хорошо и будем сразу знать кто ошибся правда вот хорошо издалека наблюдать вот собственно я и прибыл на работу на на этом месте мы друзья с вами расстаемся